На исполнение своей мечты с начала года староскольцы получили от государства 40 миллионов рублей. Это стало возможным благодаря социальным контрактам. Такой поддержкой воспользовалась и оскольчанка Мария Костина. Теперь она владелица собственного кабинета красоты. Стать востребованным мастером в индустрии красоты непросто. Большая конкуренция, избалованные потребители. Нужно выделяться, уметь чуть больше других, постоянно учиться. Мария Костина – перфекционист. Сама себя называет идеалисткой. Чтобы приступить к наращиванию ресниц на первой клиентке, прошла 4 обучающих курса. Когда полностью поверила в себя, взялась за работу. Если что-то делаешь, что-то должен делать, это хорошо. И когда я уже понимала и видела работы, которые мне нравились самой, я понимала, что мне надо двигаться с этим дальше. То есть мне нравится, я хочу этим заниматься, я получаю от этого удовольствие. То есть это работа, которая приносит мне не только деньги, но и, естественно, удовольствие. Стартового капитала, чтобы открыть свой кабинет и закупить необходимое оборудование, не было. Только расходники на первый месяц работы вылетают в сумму с четырьмя нулями. Не говоря уже о кушетке, цена которой не менее 15 тысяч. Приходилось принимать клиентов в арендованной студии или на дому. Но у Марии было желание, а воплотить его помог в соцконтракт. С помощью, скажем, социальной защиты, с помощью поддержки государства мне удалось, скажем, это все оформить. Опять же, спасибо огромное социальной защите за это, потому что помогли в составлении соцконтракта. Я очень быстро получила деньги, скажем, очень быстренько все себе обосновала. Ну и на данный момент работаю. Сумма помощи была 250 тысяч рублей, был приобретен непосредственно материал для работы, кушетка, лампа, комод, зеркало. Ну, остальное все по мелочам. Теперь кабинет Марии Костиной выглядит совершенно иначе. Изменения оценили и клиентки. Уходила в отпуск небольшой и вот как раз вернулась, а тут небольшие изменения, очень интересный кабинет. Сегодня мне очень понравилось оборудование, было очень приятно находиться, я даже не заметила, как прилетело время. Ну, ресницы это сейчас модно, современно, отпуск, хочется поехать красивой. Соцконтракт – это не халява, а возможность. Деньги дают не просто так, смотрят и на результат. Как продвигаются дела у новоявленной бизнес-леди, пришли проверить сотрудники соцзащиты. Но при этом это не рейд, а дружеский визит. Мы очень рады, что такая помощь позволяет людям исполнить свою мечту. Ведь не у каждого на сегодня есть те начальные средства, с помощью которых можно начать свое дело, можно обеспечить свою дальнейшую жизнь, можно получить постоянный доход. И как здорово, что на сегодня государством определена такая помощь на основании социального контракта. Люди заключают социальный контракт, реализуют свои мечты. И мы, как помощники, приходим порадоваться успехам. Заодно понимаем, что деньги потрачены не напрасно. С начала года в округе уже заключили 410 социальных контрактов на общую сумму 40 миллионов рублей. На открытие ИП выделили 22 миллиона. На развитие личного подсобного хозяйства – 7 миллионов 300 тысяч рублей. Для заключения соцконтракта необходимо обратиться в Управление социальной защиты населения. Но есть ряд условий. Узнать о них подробно можно на сайте Управления или в его группах в соцсетях.